Коллеги, итак, начинаем наше заседание. На заседании присутствуют 12 членов Совета, итак, из них докторов наук по специальности нарусения номер 2, отечественной истории 9. И я защитываю приказ ректора Самарского университета 25 мая 2021 года, номер 551.0. В целях исполнения приказа Миногранауки Россия 22 июня 2020 года, номер 734, в особенности порядка организации работы Советов по защите диссертации на заседании ученой степени кандидат наук, на заседании ученой степени доктор наук, на основании подопрестного председателя Совета 999-102-02, созданного на базе Самарского университета, приказываю провести 4 июня 2021 года в 10 часов заседания диссертационного совета 999-102-02 по защите диссертации Тимошиной Светлана Анатольевна на тему «Заинские средства массовой информации в системе первой главной представления о внешнем окружении СССР 1920-х, начале 1950-х годов, по материалам Пензенской, Самарской, Курбышевской и Саратовской университетной областей, по специальности 07-02 отечественной истории, на заседании ученой степени кандидата исторических наук с участием в удаленном, интерактивном режиме оппонентов по диссертациям. Заявление об участии в заседании диссертационного совета в удаленном, интерактивном режиме официальных оппонентов по диссертациям. Объявляется публичная защита диссертаций на СССР в удаленном, интерактивном режиме официальных оппонентов по диссертациям. Заявление оппонентов по диссертациям Общении и общества знаний, и в виду государственного государственного государственного, Мировоз университета. Официальные, а понятно, даутово резидентом издентационного, она присутствует, приветствуем вас, представитель замечательного казанцевого университета, доктор исторических наук, доцент, официант, Кафедра в деле производства и цифровых коммуникаций Казанского, Кривовского, Федерального университета. Александр, я понят, участвует в заседании Диссертационного Совета удаленного интерактивного решения. Соколов Александр Санислович, ну, Соколову мы знакомы, он у нас уже в Москве, но не однократно. Аленского Александра Санисловича, доктор исторических наук, гасцент, заведующий кафедрой истории Казахстана. Казахстанского государственного радиотехнического университета Девки Лукина. Официальный абонент участвует в заседании Диссертационного Совета удаленного интерактивного решения. Ведущая обязанность. Кривовский государственный университет архитектурной строительства. Слово предоставляется ученому северному совету Львовского районного управления, в основном согрешении представленного цифрового документа, пожалуйста, Петра Серафимович. Уважаемые коллеги, добрый день. Соискатель Тимошина Светлана Анатольевна в 1997 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени Беринского по специальности английский и немецкий языки. С 2008 по 2013 годы обучалась в заочной аспирантуре Пензенского государственного университета по специальности 0.2 отечественной истории, работает преподавателем кафедры английского языка Пензенского государственного университета. В аттестационном деле соискателя имеется справка об обучении в аспирантуре и сведения о сдаче кандидатских экзаменов. История и философия науки, исторические науки, хорошо. Иностранный язык, английский, отлично. Отечественная история, хорошо. Все документы соответствуют остановленным требованиям положения о Совете по защите диссертации на соискания ученой степени доктора наук и соискания ученой степени кандидата наук. Спасибо за внимание. Коллеги, есть ли вопросы? Вопросов нет. Какое слово предоставляет сельстателем Тимошной и Светлане на другое для изложения существа и остальных положений в Светлане? Спасибо. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые памятники присутствующих, позвольте представить ваше внимание, что встали диссертационные исследования на диссертационные средства на информацию, системы нормального издания, внешнего окружения СССР, 1920-х, начале 1650-х годов, материалы Венецкой, Самарской, Крышевской, Самарской и Саратовской куберной области. Актуальность темы исследований обусловлена колоссальной волею связи с массовой информацией в современном обществе. Они участвуют в процессе управления цитатами и поведения людей, формирования общественного мнения. Сразливые информации у СМИ формируются ценностные представления окружающих инстинциалистов, поэтому привлеченные отрицательные отношения в других странах, как гиперегализированные положительные, ставят опасность для разницы в обществе. Так как исследователь у аудитории может сложиться картина жизни далека актуальности, что в свою очередь может привести к нежелательным последствиям. Следовательно необходим всесторонний анализ деятельности СМИ по освещению зарубежных событий в предшествующих исторических периодах и ходе в системе формирования представления о жизни других странах для устранения факторов, создающих препятствий для объективного освещения текущих событий и оказывающих негативное влияние на развитие общества в целом. Объектным исследованием являются СМИ Финницкой, Самарской, Кубышевской и Саратовской губернии области в период 1921-1953 году. Предметным исследованием является деятельность СМИ Финницкой, Самарской, Кубышевской и Саратовской губернии области на правильное формирование представлений массового сознания в режиме и в режиме указанных периодов. Следует прокомментировать в выборах основной цели науки. В реальной научной практике используются демо местные печати и местные пресса. В современной научной практике используются демо региональное пресса, при этом подразумеваются краевые областные печати и периодические здания. Так как цели на местные прессы относятся к городским газетам. В ходе исследования мы решили взять за основу термин геометрия. Аналогические рамки диссерционного исследования охватывают период 1921-1953 году, так как в этот период по нарусованию системы средств массовой информации были заложены основные периоды, которые в основном установлены со взаимодействием органов власти и СМИ. Среди реальной рамки исследований охватывают просканцы в Кубышевской, Самарской, Кубышевской, Саратовской губернии области, был границ в 2021-1953 годах. В 2020-х годах в Кубышевской губернии и сельское население преобладал над городским. Они представляли самую типичную оградную региону, то есть их выбор обоснованную общность, то есть социальное и экономическое развитие, а также их равна удаленность в центральной части страны. Необходимо отметить, что вместо активности территориальной границы и статус регионов прицепивали изменения в рамках реформ, проводящихся в исследовании периодов. Оценивание степени разработки системы исследований необходимо сказать следующее. В соответствии с проблемным аналогическим подходом весь историографический массив был разделен на несколько групп. В первую группу вошли работы о роли СМИ и Советском обществе, во вторую группу были отнесены труды по теории массовой коммуникации, в третью группу были включены исследования о формировании образовательства и опыт в союзниках, в четвертую группу были включены исследования технической направленности и в совершенстве на время развития региональных СМИ. В первую группу особую значимость для исследований представляют труды Рыблина, Варца, Новосианского, Срединского, Володина, Поликану, Варси, Дану, Гробейник, Крометволя. Среди работы теории массовой коммуникации следуют видеть исследования Варсуэлла, Рикмана, Аполлсинбет, Гробейник, Крометволя, Гробейник, Володина, Аполлсинбет. В группе работ посвящена формирование образовательного союзника. Особый интерес представляют исследования Франции и Семеновской, Куршной, Витологии. В Гринвическом блоке историографии необходимо отметить труды Гринвика, Жанкин, Лаву, 44. Анализ историографии показал, что на сегодняшний день отсутствуют исследования, посвященные изучению деятельности печаток периодических знаний и радио Пенинской, Самарской, Кубрашевской и Саратовской губернии областей по формированию представления о зарубежной деятельности в 1921-1953 годах. Источник на базе исследования составляет комплекс разнообразных источников, в которых были разделены четыре года. В первой группе делов производственной документации относятся документы, находящиеся в фондах Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Пенинской области, Драма Государственного архива Самарской области, Саратовского областного государственного архива социально-политической истории, Государственного архива на решение истории Саратовской области. Кроме того, были изучены данные о превещении населения Германии в 1935-1937 годах, полученные из Федерального архива Германии. Вторая группа источников является основной для исследований, представляет собой корпус статьи центральных региональных печатных изданий. К третьей группе источников относятся официальные статистические сборники по итогам переписи населения в месяц за 1926-1937-1939 годы. Справочных групп административно-территориально-медилием Германии в 1660-1991 году. Четвертую группу составляет от приклада мемуары, мемуары, медицинские учреждения второй главы войны. Документальная очередь для военных журналистов и приводчиков создавляют рецепт за эти рамки в Великой Отечественной войне, известных прозаевых поэтах Истантина Семенова и Ефига Ренбурга. Метологической основой исследований является принцип статизма, принцип системности, а также принцип статизма, подхода. В ходе работы применяются Общенаучный метод опознания в метроэнергическом исследовании общего логических методов, специальные исторические методы до анализа архивного данных. Историко-генетический exhale хронологический методу и истосперислит Flynn welcomed in the library и функции системи региональных печатных историйских изданий. Историко-сравнительный метод применялся, чтобы показать особенности развития системы гиональных семей в исследуемые периоды и сопоставить публикации о достижении зарубежной науки с материалом внешнепритического характера, но и с отличием от искусства и подачи информации о зарубежных. Научная новизна и диссертационные исследования определяются тем, что в представленной работе впервые проводятся комплексные исследования деятельности, печатки периодических изданий, системы радиовещания в Ленинском, Самарском, Кубышевском и Саратовском регионах по формированию предсторонних оживленных рубежов экологических рамков 1921-1953 годов. В работе анализируется динамика развития систем региональных СМИ в указанный период. Показано, что векторы развития систем региональных печатных изданий и радиосети на различных этапах осуществляют на это часть доказательства. В первой при помощи места специалистического анализа производится не только анализ деятельности следств массовой информации по освещению зарубежных событий, но и обновленно оценивается уровень дикатурности читателей с кандидатурой к восприятию информации уже не на остальных государствах. Исследования введены требовали обладающих жанров тематических групп, материалов СМИ 1920-1950-х, содержащих информацию о жизни зарубежных стран, внешнеполитические, научно-политические и сферические материалы, рассвеженные эволюции, содержание формы подачи материалов жизни зарубежной в каждом из этих жанров тематических групп. Впервые сопоставляют содержание внешнеполитических материалов наушно-политических статей на предмет единственного стратегии формирования и представления о жизни за границей. Доказано, что направленность наушно-политических статей о достижении в зарубежной науке в Пенинских, Самарских, Заратовских и Чаппиадических изданиях иногда ходил в премьер-пословичии с внешнеполитическим материалом, создавая ввесность подачи сведения о зарубежной действительности. Ситерический материал региональных изданий, которые рассматриваются как средство формирования представления о зарубежья, как дополнительное снижение формирования отрицательных или положительных образов той или иной страны в глазах населения. На основе анализ данных группы материалов, которые построены историческими валицами образа врага в различных периодах, проведенные исследования позволило оформить следующее положение к насильной защите. Предложена периодизация развития систем региональных изданий на временем отрезки 2020-1953 годов. Единственная характерна особенности каждого и каждого. В 1920-1950 годах в советских снижениях наборовала система представления о зарубежной действительности. При этом в представленной пенсии в этой системе была отведена второстепенная роль. Было доказано, что в длина цеха жизни других стран, центральные издания, пользуясь непроверенной информацией неизвестной происхождением, перелявшейся до темных страницах генеральной газеты и журналов. Освещение международных событий при инвестициях не имело возможности писать их системы и последовательностей, из-за чего считать и складываться ощущением отрывочности сведений. Несмотря на это, печатные периодические издания в Пенинске, Самарске, Губышевске и Саратовской регионы являются неотъемлемой частью системы формирования представления зарубежной действительности, с помощью рандинговой информационных ресурсов для населения. Установление в Швеции мировой эволюции, военных конфликтов с другими государствами были актуальны в сечение 1920-1940 гг. Видная связь между количественными публикациями, развертыми революционными движениями в конкретных государствах и характером межнекритических отношений СССР с этой страной в исследовательный период. При ухудшении взаимоотношений между двумя странами в статье революционных выступлений, предъявляющихся в строении других, переблялись в периодической печати чаще, чем в тот период, когда политические конфликты были устранены. Для создания области за столбатами героев и формирования негативного отношения в Германии в речах патриотические издания в Пенинске, Кубышевске и Саратовской области и в периодической отечественной войне использовали статью в реке заубежной прессы об успешных военных операциях Красной Армии. Установлено, что регионы производили сбои в освещении событий, способствующие распространению желательных слухов. Однако подобные недостатки в работе в СМИ возникали из-за объективных трудностей того времени, а не из-за сознательного выбора определенной стратегии освещения событий, сделанного местным руководством. Доказано, что в период 1941-1945 гг. печальная периодика регионов предпринимала попытки трансформировать области США и Великобритании в страны и в страны союзных. Однако про британские и проамериканские публикации этого периода не оказались существенными тянями на представлении населения об этих государствах и состоящихся террористов с формированными журналистами и сотрудниками Великобритании в ранний период. Установлено, что одной из основных задач публикации по вопросам о неме и развертке мира революционных движений в 1946-1955 гг. в том числе и периодических изданий в Пивинском, Умышлевском и Тараповском регионах являлась трансформация образа США в образе главного рогаицы. Исследование показало, что стиль изложения материалов о достижениях научно-технического процесса в рубежах в 1920-1930 гг. Отличался, а иногда предварящим направленности внешнеполитических публикаций. Однако, учитывая то, что в этот период в степени доступности научно-технических статей для большей части населения в Пивинском и Тараповском регионах, была крайне низкой из-за недостаточного уровня грамотовских большинства, можно сделать, что их свечи, в сравнении с внешнеполитическими статьями, могли взаимодействовать далеко не все. Мы видим, что научно-технические статьи, выбивавшиеся из общего фона внешнеполитических материалов в период 1920-1930 г. При описании жизни Германии в 1941-1945 гг. приобрели характер сатиры. По содержанию манер подачи, подачи с панфетами и вычерками от Германии, так и с внешнеполитическими статьями, образуя единообразные информационные пули и формируя целостные образы с программой. Установлено, что относительно спокойные для страны годы наушникулярные статьи в стержении сурбежной науки снижали объективную информацию без внешнеполитической риторики, но в периоды как горячей, так и холодной войны они приобретали характер филиппуру с панфетами, излечивая недостатки экономического строя и устоя в странах нетрудов. После войны на период, несмотря на железный замнес, в СССР было доступно в зарубежной печатной переводе к странам, находящейся в открытой оппозиции к СССР в период холодной войны, с публикацией которых советские читатели могли почерпнуть элитеративную информацию о жизни за границей. Несмотря на то, что ход таких читателей был ограничен сотрудниками партии и их семьями, именно это представляло потенциально опасным для советского общества, так как влиянию чудо и диалоги подвергались его свои стоящие в углу опасности. В течение всего исследовательного периода в процессе формирования представления из-за убежной действительности основной тонн в сатте задавал газет «Правда», исторический материал вместо 30-20-30-фремьной роли. Исключение составило период Великой Отечественной войны, когда формирование негативного образования парфелитона, панфет и очерки вышло на первый план. Несмотря на обилие ситерических средств в ритонах, панфетах в центральных лидерских зданиях, в них можно было обнаружить старую информацию о зарубежных реалиях, тогда как в региональной периодике критика нравового теоретического общества была набрала стереотипно. Доказано, что система формирования представления из-за убежной действительности функционировала наиболее эффективно в годы гликотичной войны, когда все источники информации по зарубежной, работая в едином ключе, устраняя противоречивость подачи новостей в германии и формируя единообразный поток сведений или фактов о гражданском усилении этой страны и ее армии, создавая целостный образ противника. Закладка к лучшему благодарю за внимание. Можно ли у вас? Коллеги, пожалуйста, вопросы. Разрешите? Пожалуйста, вопросы. Хотел бы вам такой вопрос задать. В ходе своей работы вы выделили три блока жанра тематических. Это вот внешнеполитические статьи о политике, затем это статьи о научно-техническом характере и публикации о повседневной жизни за рубежом. А какие из этих статей преобладали региональные прессы? И если вот еще посмотреть в разрезе вот этих трех регионов основных, которые вы рассматриваете свои диссертации? Естественно, преобладали статьи внешнеполитического характера, так как руководство страны особое внимание уделяло именно формированию представлений на базе статьи о внешней политике. Что касается научно-технических статей и сатирических произведений, то они по сравнению с статьями внешнеполитического толка публиковались реже. И, например, особенностью пенсской прессы являлось то, что в газетах, в пенских газетах, наушно-кулярные статьи, филеетоны и памфлеты печатались гораздо чаще, чем, например, в Саратовской и в Куйбышской областях. Возможно, в Саратовской области филеетоны печатались реже из-за того, что их качество вызывало нарекания в качестве страны местного руководства. Спасибо. Саревна Николаевна, как вы говорите? У меня вопрос вот такой главный. Известно, что пресса как центральная, как и местная выполняла, в общем-то, мизиологический запас партии и являлась агитатором пропагандистов. Ну, как вы сами понимаете, одноправденно прежде всего на все социальные страны, в том числе грамотные, полуграмотные, и так далее. Для этого необходимо доступным языком все это подобрать. Так. И в связи с этим вопросом, какие лозунги и идеологены транслировались для формирования представлений о внешнем окружении СССР на разных исторических этапах функционирования Советского века? Ну, например, вот я знаю, наш ответ Чендарлиан, или раздавим фашистскую граждану, или защитим чернобожих братьев. Вот каким образом все это оформлялось? Центральная региональная прессия или региональная пресса играла второстепенную роль в процессе формирования представления о жизни СССР и основные идеологины просто перепечатывались из Центральной прессы. И перечисленные вами идеологины и лозунги, которые транслировались с Центральной прессой во время Великой Отечественной войны, они все были взяты из Центральных изданий. Хорошо. Еще, пожалуйста, Ольга Гринсовна, Гринсовна. Да, Светлана Анатольевна, спасибо за доклад. У меня вот какой вопрос. Когда вы характеризуете научное новизно вашего исследования, вы говорите, что в вашей работе не только производится анализ деятельности сми по освещению зарубежных событий, но и одновременно оценивается уровень подготовленности читательской аудитории к восприятию информации о жизни в иностранных государствах. А по уходу вашего доклада вы как минимум один раз сказали, что одна из стратегий, которую использовала Центральная региональная пресса, не имела успеха и не имела малое воздействие на население. Это, по-моему, про быстрое перекрашивание образов кроков, образа союзников и наоборот. У меня вопрос. С помощью каких источников и каких методов вы оценивали этот уровень подготовленности читательской аудитории и каким выводом пришли, насколько она все-таки была подготовлена? Асим. Асим, с вопросом. В ходе работы, как я уже упоминала, использовались статистические сборники по переписи населения и данные по уровню грамотности были взяты, например, из статистических сборников академии Капелькома. Этими цифрами я и оперировала при написании диссертации. Что касается подготовности, скорее всего, процесс повышения и уровня грамотности не успевал за потребностями руководства страны, и поэтому получался вот такой вот прогноз. Хорошо. Пожалуйста, еще. Это Ольга Александровна Солкова. У меня вопрос по опуску источников. У вас все указано в этом разделе. У нас все указано использование статистических данных. И вот в связи с этим и очень много есть информации по опуску реакции СМИ печатных и развития радиообещания в регионах. И вот вопрос, ну, как можно источники статистики, используемые для доказательства, вот, как сказать, успешности или неупрежности, по словам. Как вы сейчас имеете в виду, скажем так, статистики о распространении сети радиоточек, и также много способностей того, чтобы показать успех, или сопоставить с распространением печатных свежей. И второй вопрос, вот очень интересно, ведь помимо печатного слова также очень мощным воздействием обладает какой-то Что касается использования статистики по системе радиовещания, то здесь хотелось бы сказать о том, что радиовещания, как и печатные периодические издания, являлись частью формирования представлений о жизни за рубежом. Поэтому для понимания структуры формирования системы представлений о за рубежом данные эти очень важны. Что касается использования иллюстративного материала, в ходе исследования нами были изучены иллюстрации к различным публикациям, различного характера, к внешнеполитическим, научно-техническим и также к филитонам и памфлетам. И здесь хотелось бы прокомментировать следующее. В статьях о внешнеполитическом токе использовались для информационного сопровождения фотографии чаще всего. В научно-технических популярных статьях, опять-таки, использовались к филитонам и памфлетам, и, естественно, были карикатуры использованы для сопровождения текстового материала. Спасибо. Федор Иванович Томман. Вы знаете, у меня тут такой информации в моем исследовании. Нет, к сожалению. Что я могу ответить на этот вопрос? Дело в том, что местные корреспонденты могли бы ввечать за рубеж только в начале 2020-х годов. По нашим данным, полученных в ходе исследования. Что касается последующих периодов, то за рубеж они не выезжали, и, соответственно, возможность связи с международными журналистами были связаны к минимуму. Хорошо. Да, пожалуйста, Михаил Иванович. Леон. Я тут к вопросу, который немножко уже позвучал. Насчет видеоряда. Он был, я видел, всего возраста. Ну вот один ряд, звук ряд. Вот люди моего возраста, люди помоложе, они бы хорошо помнят. Всюду бисели эти огромные штуки, и с утра на ветер долгу, или и так далее, и так далее. Вы рассматривали, я вот посмотрел, я не видел, что Вы привлекали каким-то образом материалы, связанные вот с этой штукой. В литературе-то это здорово отражено, тот же Солженец рассказывал. Спасибо, имеете ввиду? В ходе исследований были проанализированы отчеты сотрудников системы радиовещания. Ну и вот можно ответить на этот вопрос, опираясь на материалы вот этих вот отчетов. В ходе исследований было обнаружено, что местное радио уделяло особое внимание событиям местного масштаба. Что касается освещения международных событий, то оно было лишено какой-либо самостоятельности в этом плане. И еще что можно сказать, материал мог браться из газет, и в некоторых случаях в ходе исследований были обнаружены документы, что, например, в 1940 году в Ерпенской области был издатель приказ, запрещавший освещать события, как-либо не связанное с жизнью региона. Хорошо. У меня есть вопрос такого плана. Вы знаете, об эффективности пресса и пропаганды может свидетельствовать такой показатель, как письма, вводящиеся во власти, в том числе в редакции «Резент», где читатели могут высказывать свое отношение. Но, допустим, вам обнаружить массивы этих писем в архивах «Самара», «Пенза» и других областей. И как вы оцениваете эти письма? Они были написаны по заказу или же это от души самостоятельно? Спасибо. Валерий Александр Васильевич, подойдет вопрос. В ходе исследований, к сожалению, писем самих обнаружено не было. Были лишь обнаружены сводки, согласны, составлены по итогам этих писем. И, собственно, по этим сводкам можно было судить об отклике читателей и о настроениях в обществе, сфаблированных в рейсе. Хорошо. Спасибо. Нет больше вопросов? Присаживайтесь, пожалуйста. Коллеги, я хотел бы предоставить слово научному руководителю доктора исторических наук и лоустрой Сергея Владиславовича. Пожалуйста, Сергей Владиславович. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, уважаемая Костя, мною был подготовлен официальный отзыв научного руководителя и представлен в диссертационный совет. Но позвольте в своем выступлении тогда сосредоточить внимание, наверное, на основных качествах соискателя и немножечко отойти от того официального текста, который был представлен. Ну, чем характеризуется Светлана Анатольевна как соискатель, как диссертант, как человек? Вот первое, что, наверное, бросается в глаза, это ее многогранность и целеустремленность. Мы редко видим такого рода соискателей, которые, одновременно, идя на защиту, имеют несколько образований, причем, может быть, даже разновидно. Имеется в виду, что Светлана Анатольевна, она и декламированный историк, и декламированный филолог одновременно. И, как известно, сейчас приветствуются те работы, которые делаются на спеке наук. И мы выбрали такую тему, что, вы видите, и журналистика присутствует, средства массовой информации, и отражение различных тем в средствах массовой информации. И, одновременно, безусловно, это исторический процесс, историческое явление, которое требует своего изучения. И, безусловно, тема даже по своему характеру, по своему названию, с того момента, как Светлана Анатольевна появилась, вот с той тематикой, с которой она пришла к нам, она видоизменилась и по территории, она, эта тема, видоизменилась и по самому названию даже, и, безусловно, безусловно, вот те выводы, которые были сделаны, они имеют и некоторые исторические перспективы. Во-вторых, что мне хотелось бы сказать, это работоспособность Светланы Анатольевны. Вот то, что она сумела рассмотреть не только данные, скажем, местных архивов, и самарских, и саратовских, и пензенских, но и центральных, и даже одного зарубежного, говорит о многом. Причем, вот эта работа, она носила не единичный характер. Работа над темой продолжалась на протяжении более десяти лет. И, безусловно, вот эти поездки, они продолжались постоянно, в том числе и во время собственного отпуска, и были продемонстрированы, наверное, очень интересные выводы, и много фондов было рассмотрено соискателем, и, опять же, представлено на суд уважаемых членов диссертационного совета. Если говорить об апробации работы, то она, наверное, тоже впечатляет. И, в принципе, практически вся тематика, которая была представлена в диссертации, она нашла отражение либо в выступлениях на конференциях, либо вот в такой вот впечатной форме. Ну, и, наконец, следует отметить, наверное, способность соискателя слушать и слышать. Вот то, что касается обсуждения ее тематики, то неоднократно диссертация, мы, наверное, какие-то определенные ее части переделывались, доводились, то, ну, или, по крайней мере, пытались мы довести текст до совершенства, но при этом, при этом, слушая, Светлана Анатольевна и оставила свою собственную точку зрения по некоторым вопросам, что, наверное, тоже приветствуется. Ну, и чтобы сделать общий вывод по диссертационному исследованию, мне хотелось бы сказать, что работа Светланы Анатольевны Тимошиной удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым диссертацией на соискании ученой степени кандидата в исторических наук по специальности МОСИК-002 отечественной истории и может быть рекомендованной защитой. Спасибо. Спасибо, Сергей Мориславович. Слово предоставляю священному секретарю Совета Львович Мэнсовне для влашения и заключения организации для выполнения отзыва, 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 отзыва. Спасибо, Петр Серафимович. Уважаемые коллеги, диссертации Тимошиной и Светланы Анатольевны выполнены на кафедре всеобщей истории и общество знания Пентинского государственного университета. Членами заседания кафедры сделан вывод о том, что диссертация соответствует критериям остановленного положения во присутствии ученых степеней и представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, направленной на комплексное изучение деятельности периодических изданий Пентинской, Самарской, Кулбышевской и Саратовской губернии областей по формированию представлений о жизни с трудышком в период 1921-1953 годов. Диссертация Тимошиной и Светланы Анатольевны, советские средства массовой информации в системе формирования представлений о внешнем окружении СССР 1920-1950 годов по материалам Пентинской, Самарской, Кулбышевской и Саратовской губернии областей соответствует специальности 07002 «Отечественная история» и рекомендуется в защите на соискание ученых степени кандидата исторических наук. В самих поступил отзыв ведущей организации Пентинского государственного университета архитектуры и строительства. Вот цели сказаны. Диссертация Светланы Анатольевны Тимошиной, посвященная изучению деятельности СМИ Пентинской, Самарской, в скобках Кулбышевской и Саратовской губернии областей, направленной на формирование представлений массового сознания о жизни за рубежом в указанный период, являются актуальны как в научном, так и в практическом плане. Средства массовой информации рассматриваются как неотъемлемая часть культуры современного общества, участвуя в процессе формирования общественного мнения. Как отмечает автор, развитие культуры, так и развитие общества в целом невозможно без процесса коммуникации. Отсюда следует вывод, что тщательный и объективный анализ деятельности СМИ по освещению зарубежных событий в предшествующие исторические периоды, имеет решающее значение для устранения факторов, создающих препятствия для объективного освещения текущих событий и оказывающих негативное влияние на развитие общества в целом. Научное новизное исследование определяет то, что в представленной работе впервые споставляется содержание внешнефинитических материалов и научно-популярных статей на предмет единства в стратегии формирования представлений о жизни за границей, проводится комплексное исследование деятельности печатных периодических изданий и системы радиовещания Пензенского, Самарского, Куйбышевского и Саратовского регионов по формированию представлений о жизни за рубежом в карьерологических рамках 1921-1953 года. В работе анализируется динамика развития системы региональных СМИ в указанный период. Показано, что некоторые развития системы региональных печатных изданий и радиосети на различных дамах существенно отличаются друг от друга. Сатирические материалы региональных изданий впервые рассматриваются как средство формирования представлений о зарубежниках, дополнительный инструмент формирования отрицательного или положительного образа одной или иной страны по читательской аудитории. Практическая значимость исследования заключается в том, что собранный материал поможет в проведении анализа деятельности средств массовой информации формированию представлений о зарубежке у населения региона, что будет способствовать поиску оптимальных стратегий проведения информационной политики в современном обществе. Следует отметить достаточно подробный историографический обзор, автором были выделены историографические периоды, а также различные предметные области, отличающиеся проблематикой и подходами к их изучению. Представленным плюсом работы является межрисциплинарный подход, обращение к исследованиям области исторической и магологии относительно молодого направления науки, получившего развитие в России в конце 20-го века. В ходе исследования автор обращается к достаточно широкому кругу источников, включающим в дело производственную документацию, публикации, периодической печати, статистические материалы и документы личного происхождения. Диссертация Светланы Анатольевны Тимошевны имеет продуманную и логичную структуру, состоит из обведения четырех глав и заключения списка источников и источников. В главе 1. СМИ системы массовой коммуникации и пропаганды в СССР в 20-х начале 50-х годов автор изучает основные этапы развития системы средств массовой информации в Пензенской, Самарской, Куйбышевской и Саратовской Верниях по властях. Диссертант дает общий обзор государственной системы организации и управления системой печатных периодических изданий, страница 35-38. На основе материалов региональных архивов автор делает вывод о том, что система печатной периодической печати являлась основным источником информации о жизни за рубежом, страница 38. Однако в ее деятельности по освещению международных событий прослеживалась фаотичность из-за отсутствия системности в описании событий за рубежом. Автор отмечает, что в период Великой Отечественной войны сеть местной печатной периодики подверглась сокращению страницы 49-50. Однако, несмотря на условия военного времени, система местной периодической печати продолжалась функционировать, а местная радиосеть расширялась невзирая на существенные трудности. Автор отмечает, что основным источником информации о зарубежье по-прежнему являлись печатные периодические издания. Изучив материалы региональных архивов, автор приходит к выводу, что в послевоенный период радио стало играть более существенную роль в формировании представлений о жизни за рубежом, страница 69 становясь все более доступным для населения. В главе второй «Глобальная проблема современности» в освещении советских СМИ Десятман изучает деятельность центральных и региональных печатных периодических изданий по освещению проблем войны и мира и перспектив мировой эволюции в статьях, посвященных внешнеперитическим событиям. Анализ архивных материалов и публикации центральных и региональных печатных периодических изданий позволил автору выделить эти две темы в качестве основных. На основе изученных материалов центральных и региональных архивов автор делает вывод о том, что военная тематика находилась в центре внимания прессы на протяжении 20-30-х годов, страницы 75-88. Говоря об актуальности военной проблематике на протяжении 20-30-х годов, автор делает вывод, что тематика лекций, бесед и других агитмассовых мероприятий совпадала по характеру и направленности с публикациями прессы, и темы поедных угроз обсуждались во время их проведения. Однако это утверждение с нашей точки зрения целесообразно подкрепить примерные конкретных тем лекций для доказательства их актуальности и торжества с материалами прессы. Изучив содержание и публикации местной прессы, диссертант пришел к выводу, что в зависимости от характера внешнеполитических отношений СССР с той или иной страны, происходила трансформация образа этого государства в центральной или региональной прессе. Информационный поток о революционных событиях за рубежом характеризовался единообразием материала, предназначенного для целевой аудитории как в региональной прессе, так и в местных радиопередочках. В главе третьей советские СМИ о достижениях научно-технического прогресса с рубежом автор изучает научно-просветительскую деятельность центральной прессы, а также пензенской, самарской, куйбышевской и саратовской периодики, сообщавшие о новейших разработках за рубежных учебных. Изучение этого вопроса вполне правомерно соборождается анализом уровня грамотности населения, как одного из главных критериев подготовленности аудитории к восприятию информации, содержащейся в научно-покулярных статьях и докладах лекторов о депропрогах. Светлана Анатольевна сравнивает содержание научно-покулярных статей, опубликованных на страницах центральных и региональных печатных изданий и публикаций внешнеполитического характера. И дело это говорит о том, что в научно-покулярных материалах, сообщавших о достижениях зарубежной науки, существовали расхождения с внешнеполитическими статьями в манере изложения сведений о зарубежной странице с двести, прошу прощения, со сто двадцать шестой по сто тридцать третий. Прикинг, проанализировав данные, представленные в статистических звонниках, исследователь приходит к заключению, что в двадцатых-тридцатых годах уровень доступности научно-покулярных публикаций для большей частью изменения региона был невысок из-за низкого уровня грамотности. Страницы сто тридцать шесть, сто тридцать девять. Изучив публикации региональной прессы военного периода, исследователь приходит к выводу, что одной из популярных тем в первые годы войны было развитие летной техники и успехи советской авиации, страница 142. При этом автор вполне уместно приводит данные о реакции населения на подобные материалы, из церквания которых следует, что люди сомневались в достоверности информации, размещенной в газонах. Здесь следует отметить, что для большей наглядности автору необходимо было привести примеры конкретных вопросов, затрагиваемых во время проведения публикаций, во время проведения, прошу прощения, массовых агитационных мероприятий. Страница 143. На основании изученных публикаций, бессендант справедливо отмечает изменения в стиле подачи материалов о развитии науки в Германии, которые приобрели критический характер. Страница 143. Другим приоритетным направлением являлось наращивание военной мощи стран-союзницы. Страница 145-146. На основе изученных материалов региональных архивов автор делает вывод о том, что в послевоенный период печатные периодические искания Пенсинской, Куйбышевской и Саратовской областей писали в основном о развитии отечественной науки и о достижениях советских ученых, так как их основной целью было показать преимущество социалистической науки. В главе 4. Политическая и художественная публицистика как средство формирования представлений массового сознания о жизни за рубежом. Автор проходит анализ политических и художественных публицистических материалов Центральной прессы и периодики Пенсинской, Самарской, Куйбышевской и Саратовской областей в качестве источника сведений о зарубежье и изучает их роль в формировании представлений населения о жизни в других странах. На основе изученных публикаций Центральных изданий и легиональной прессы Тимошина Светлана Анатольевна тянет вывод, что Центральная периодика чаще обращалась к описанию зарубежных событий в пельгетонах и памфлетах. По сравнению с периодическими изданиями в обложке в стране 165-166, ей удалось показать, что из сатирических материалов Центральной периодики 20-30-х годов читатели могли почерпнуть достаточно объективные сведения об уровне жизни летовых горожан в других государствах в стране 165-167, в то время как периодика Поповшья приобрела, придерживалась стандартных сатирических заметок, нацеленных на критику западного образа жизни, страница 167. Автор справедливо отмечает, что основной задачей сатирических материалов во время Великой Отечественной войны являлось создание негативного образа Германии. В послевоенные годы главным инструментом в формировании образа врага в публикациях Центральной и региональной прессы стала антитеза «Мы – они» страницы 183, служившая основой для трансформации образа США из страны союзника в противника. Следует отметить, что в качестве приложения можно было бы добавить таблицу, которая бы наглядно продемонстрировала данные о перемещении в 1835-36-37 годах, полученные из Федерального архива Германии, на который ссылается актер. Обосновывая достоверность данных о количестве самоубийств в этой стране, опубликована в Центральной кейссе, страница 171. Несмотря на упомянутые недостатки, диссертационное исследование в целом может быть оценено положительно. Диссертация содержит новые научные результаты и положения в анативной назначении. Цель и задача этой работы соответствуют Руменам. Представленные в заключении выводы документально обосновочены. Авторы пера и опубликованные автором 34 статьи, в том числе 4 журнала из перечного, отражают основные положения диссертации. Диссертация Светланы Анатольевны Тимошиной «Советские средства массовой информации. В системе формирования представлений о внешнем окружении СССР в 20-х начале 50-х. По материалам Пензенской, Самарской, Куйбышевской и начале 50-х годов, по материалам Пензенской, Самарской, Куйбышевской и Саратовской губернии областей соответствуют паспорту специальности на 7.002 «Отечественная история» и при прием установленном положением по присуждению ученых степеней, утвержденным положением восстановлениям правительства Российской Федерации от 24 сентября 13-го года, пункт 9-14. Автор диссертации Тимошина Светлана Анатольевна заслуживает присуждение ученых степеней кандидата исторических наук по специальности 07002 «Отечественная история». Отзыв подготовлен. Кандидатом исторических наук, доцентом МИКУ, обсужден на заседании кафедры истории и философии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, протокол номер 10 от 30 апреля 2021 года. Подписан заведующим кафедрой истории и философии и доктором исторических наук в специальности 07002 «Отечественная история» профессором Королевой Ларисой Александровной 30 апреля 2021 года. Уважаемые коллеги, на автореферрат Димошиной и Светланы Анатольевны поступило 4 отзыва. С вашего разрешения я хотела бы огласить замечания, которые содержатся в отзывах и основные выводы. Если возражений нет, то вот какая ситуация. Первый отзыв доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры истории государства и права в Саратовской государственной юридической академии Васильева Андрея Анатольевича. В отзыве содержится пожелание, целесообразно было бы больше уделить внимание качеству подачи информации в условиях политико-идеологических ограничений, цензуры. И замечания. В параграфе 1 главы 4, посвященной сатирическим публикациям и очерком 20-30-х годов, автор становится на очереди пензенских журналистов, написанные на основе впечатлений от заграничных арестов. Хотелось бы увидеть, помимо ссылок на эти публикации, анализ отчетов сотрудников редакции ТОФЕД о зарубежном командировках для создания более целостной картины и представлений о зарубежном окружении. Второй отзыв. Отзыв доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры истории и государственно-правовых дисциплин Среднерусского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Гребенкина Алексея Николаевича. В отзыве содержится следующее замечание. Оно одно, но оно большое. Положения, выносимые на защиту, суммируют основные выводы, полученные в результате диссертационных исследований. На наш взгляд, они сформулированы чересчур дробно, что в ряде случаев не позволяет оценить масштаб и значимость проведенной работы. Некоторые положения носят настолько общий характер, что приближаются к неоспоримым истинам, не нуждающимся в аргументации. Таково, например, положение номер 12, напрямую не связанное с деятельностью СМИ в изучаемом видеороле. Нужно было рекомендовать автору соотнести формулируемое положение с поставленными задачами, что при дамом работе стройный вид и позволило бы судить о том, насколько успешно эти задачи были решены. Например, такая выявленная автором особенность подачи информации, как противоречие между освещением внешнеполитических событий и достижением научно-технического прогресса, является ответом на задачу номер 6. И автор успешно сформулировал соответствующее положение номер 7 в списке. Это же можно было сделать и в отношении других задач. В представленном на варианте выводы, связанные с задачей номер 7, изучить публицистические материалы и сатирические статьи в центральной прессе и переводике Пензенской, Самарской, Куйбышевской и Саратовской губернии областей как инструмент формирования представлений о зарубежной действительности в период 1921-1953 годов. Итак, выводы, связанные с задачей номер 7, распылены по трём положениям номер 8, 9 и 11, сформулированным «Невсегда удачным». Так, весьма субъективно словосочетание цитата относительно спокойное для страны годы. Ибо доводенный период, с которым оно очевидно связано, был насыщен такими событиями и процессами – преодоление последствий гражданской войны, форсированная индустриализация, коллективизация, культурная революция, борьба с политическими противниками сначала большевиков, а затем и лично Сталина, которые имели мало общего соцспокойствия. Третий отзыв – кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 34-го отдела 3-го управления научно-исследовательского института военной истории военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Назаря Елены Анатольевны. В отзыве содержатся следующее замечание. К недостаткам диссертации, не умоляющим, однако, её научную значимость следует отнести довольно широкие хромологические рамки. Они включают в себя ряд исторических событий и периодов – новая экономическая политика, период кандидатизации и индустриализации, Великая Отечественная война, послевоенные годы, каждый из которых мог бы рассматриваться в качестве хромологических рамок отдельного диссертационного исследования. На данный взгляд, в диссертанту можно было бы ограничиться изучением деятельности местных средств массовой информации в один из вышеуказанных периодов. И, наконец, четвёртый отзыв – отзыв кандидата исторических наук, доцента, доцента кафедры истории, общества, знания и права, национального исследовательства Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Арзамасский филиал, Третьяковой Марины Владимировны. В отзыве содержится следующее замечание. Автору следовало бы более детально изучить развитие системы радиосети в указанных регионах для того, чтобы более тщательно исследовать структуру и динамику развития регионального радио в исследовании имени. Все отзывы на авторе Пират носят положительный характер. Во всех отзывах отчёркивается, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым положением о присуждении учёных степеней, что диссертация является самостоятельным, завершённым исследованием, отличается научной новизной и теоретикой практической значимостью, а автор диссертации Светлана Анатольевна Тимошина заслуживает присуждение учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07002 «Отечественная история». Благодарю за внимание. Спасибо, Ольга Борисовна. Итак, слову предоставляют все статки Тимошина и Светлане Анатольевны для ответа на замечание, собирающиеся в отзывах предыдущей организации и в отзывах на авторе. Пожалуйста. Благодарю ведущую организацию, Федеральное государственное бюджетное обладательное учреждение высшего образования, Пенецкий государственный университет архитектуры и строительства в Уральпенце, за положение на оценку работы, глубокие вопросы и ценные замечания. По существу сделанных замечаний, хотелось бы ответить следующее. По поводу замечаний о том, что в качестве приложения можно только добавить таблицу, которая бы наглядно предмонстрировала данные о примещении населения Германии в 1935, 1936 и 1937 годах. Хотелось бы сказать следующее. Отчеты о примещении населения в Германии, указанные в годы, содержат разнообразную подробную информацию и наградные, относящиеся к теме исследований, например, статистику по заболеваниям. Поэтому были выбраны данные необходимыми посредствами для исследования. Относительно замечаний о тематике векции, беседы и других массовых мероприятий в 1920-1930 годах. Хотелось бы сказать, что в ходе исследований было установлено, что в 1939 году на векциях, семинарах международных событий, освещались вопросы и репансоветских отношений, считались лекции по японской агрессии на Дальнем Востоке, освещаясь военные действиями в будущем, считаясь событиями Второй мировой войны. То есть тематика массовых мероприятий была аналогична к характеру с публикацией печально-фриотических изданий. Относительно замечаний о примерах конкретных вопросов, задаваемых во время проведения массовых агитационных мероприятий в период Великой Отечественной войны, хотелось бы ответить, что вопросы, задаваемые во время проведения лекции, беседчиков и других массовых мероприятий, касались причинно-премячества, минерской авиации, военных планов германии, отношения с эрой и других терапевтий в странах. То есть тематика вопросов совпадала с приоритетными темами, изучавшими на страницах Центральной региональной газеты, рассказывающих о развитии людной техники, советской авиации и военных действий. Отзыве доктора исторических наук, профессора, профессора в истории государственного права Саратовской государственной юридической академии Андрея Анатольевича Васильева, содержится замечание о том, что в ходе исследования необходимо было бы обратиться к отчетам сотрудников и редакции газет о зарубежных командировках для создания более целостных картинных представлений у зарубежных окружений. В ходе исследований была изучена дело производственной документации, редакция газеты «Трудовая правда» в фонде номер 36 государственного архива Пенисской области. Однако отчетов в ООО о зарубежных повестках пенисских журналистов не сохранился. Вероятные документации находятся в других фондах, например, фондов и ПТВД. Относительно замечания в докторе исторических наук доцентра профессора кафедры истории государственного правового института среднего русского института управления филиавой Российской академии народного хозяйства государственного служба при президенте Российской Федерации Алексея Николаевича Гребенкина по формулировке положений номер 12, 8, 9 и 11. Положение 12 характеризует в целом деятельность печатных периодических изданий, формирование представлений государственной противники, выявляя особенности внешнеполитических, научно-технических статей и художественной публицистики в период Великой Отечественной войны. Местная пресса была неотъемлемой частью этой системы, а следовательно и особенности, выявленные для системы в целом, ей также были присущи. В ходе исследования весь массив статей был разделен на три жанрово-сценатических блоков. Публикация внешнеполитического характера наушно-публикатной статьи художественной публицистики, задача 7 подразумевает изучение материалов 3-го блока, а именно художественной публицистики, тогда как в положениях 8 и 9 устанавливаются особенности научно-технических материалов в подаче изменений у развития сурбежной науки в различные периоды. В положении 11 выявляется роль сатиры в формировании представления сурбежных, а также характеризуются особенности подачи изменений о сурбеже в региональной периоде. Выражение относительно спокойной для страны года, плюс обобщающий характер относится к описанию внешнеполитической обстановки тех периодов, когда открытые войнные конфликты между СССР и другими странами отсутствуют. Относительно замечаний кандидата исторических наук, старшего научного састрого власти 34-го отдела, 3-го управления наушно-исследовательского института военной истории военной академии Генерального штата вооруженных сил Российской Федерации Елена Анатольевна Заря о широких хронологических рамках исследований хотелось бы сказать о том, что указанные в исследовании хронологические рамки были выбраны для того, чтобы рассмотреть основные этапы развития системы региональных перчатков периодических зданий и выявить ключевые тенденции развития региональной прессии радиовещания в случайный период, выявить основную проблемацию публикации и посредить войдут в совершении публикации и методов формирования представлений в узорубежной действительности. Относительно замечаний кандидата исторических наук, доцента кафедры истории общества, знаний, рамок, федерального государственного основного образования учреждения высшего образования, Национальный исследовательский Машегородовский университет имени Лобачевского, Арсеналовский филиал, Грицепова Марина Васильевна, о более детальном изучении системы радиовещания, хотелось бы ответить, что цель исследования заключается в комплексном изучении детей, в связи с массовой информацией, пилинско-самарской, художественной церкви, царствующей губернатой власти, по программам представлений о жизни с рубежом в период 1921-1953 году. В исследовании период системы радиовещания переживала период установления надевать более медленным центром через систему регионального пресса. Печатные периодические издания, график главенствующей роли, являются основным источником сведения о жизни с рубежом, причем материалы пресса используются радиопрограммы о зарубежных событиях, поэтому ради, по сравнению с прессой, играло вторичную роль в формировании представлений о зарубежной действительности, поэтому не было необходимости при детальном изучении структуры регионального пресса. Ответ, Васильевич. Спасибо. Коллеги, ну вот здесь регламент в предписании, это рекорды о том, что обязательно нам нужно проводить первые прессы. Десять минут. Коллеги, продолжаем наше заседание. Спасибо за то, что наслежили по аудиторию. Итак, а вот у нас оппоненты нет. Хорошо. Да, ну давайте, может быть, начнем с вас. Слово предоставляется официальному оппоненту доктора исторических групп Сокобова Александровича Иславовича. Спасибо. Ну, уважаемые, Батюк Сергеевич, коллеги и друзья, я буду рад вас приветствовать. Хочу позвать вам всем здоровья, успехов, в работе тех работников Сокобова Александровича Иславовича Иславовича. О нужном, в конце я хотела вас ознакомиться, зачитать некоторые, сказать, важную момент из них. Сердцова исследования в может быть lease, а Àнасоль да. В нем要 Karena علNo. посвящено в больной и многопланной проблеме, мам-лисучной гражд 스oning. В центре внимания автора, как уже у нас здесь заявлялось, комплексное исследование, формирование представлений о внешнем окружении СССР в 20-е и начале 50-х годов по материалам Пентинской, Самарской, Кутинской, Саратовской областей. Тема, которая врача, из-за того, что на них есть, могут быть проблематикой для отечественных республиков. Однако субъеменные подходы и выводы в отношении формирования массового сознания основных социальных процессов общества, приказы ранее неизвестных документов, источников, применения различных методов позволяют нам проблематику по-новому. Простумеется в современном обществе масс-медиа в неделю с посредством следствиями советского юридора. Однако основное представление об окружающей действительности влияния культуры на развитие общества в целом не потерялись значения сейчас и должны учитываться в практической политике. Специальная защита диссертации является, по мой взгляд, итогом наколения Рокусской церкви для нас заявленной проблемой. В данных публикациях соискатель обосновал и всесторонне раскрыл объекты исследования. Это дало ему возможность упаковки и всесторонне рассмотреть основные проблемы и всесторонного исследования. Исходя из этого, Тимушина делали предполнение, на мой взгляд, обоснованные хронологические рамки, продуманные, которые оплатывают периоды от начала, наверное, с долетия которого вознагражды, как здесь обещают, до 1953 года. Причем верхняя рамка диссертантов была вполне разумна, она не ограничилась. В 1946 году, как правило, не бывает, когда этот рубеж с начала холлопа и войны, а именно периодом для Фесталина, когда и случились изменения как внутри страны, так и на внешней утолении. Значит, звучит, это дало возможность диссертантов наиболее буквы рассмотрения и информации в каждом регионе будущей. Вот, соискать, мы определяем научные задачи, а приментировать темы, как методологические основы работы, раскрытые принципы и подходы, позволившие им эффективно решить заявленную тему. К застройству работы следует отнести и попытки автора использовать общеналучные методы, методы эмпирического исследования, общеналогические, специальные исторические методы и приемов. При этом диссертантов указывают на конкретных ремнии данных методов диссертации. Особое внимание заслуживают именно дисциплинарные подходы, это, как уже здесь говорилось, и новое направление, а то есть новое направление вообще исторической науки, это историческая гиммакология, так и социология, политология и так далее. Безусловно, здесь уже тоже подключали в центре ведущей организации отзывов на реферацию, а то что базируется на широком источнику и базе, да, и активные материалы в первую очередь. Надо отмечать, что практически значимые диссертации, если понадобили, заключается в том, что впервые введенные в данный для оборота активные материалы можно использовать при разработке курса лекции по истории советского общества в указанной период 20-50-х годов. Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы при подготовке спецкортов, семинаров по истории формирования и массового сознания к условиям тоталитарного общества. На мой взгляд, вполне логичная. И структура диссертации, состоящая из четырех главных списков, заключения, введения, четырех главных заключения списка источников и литературы, что способствует вполне логичному, последовательному раскрытию тему и реализации поставленных автором задач. На мой взгляд, наиболее удачная глава в диссертации это раздел, связанный с глобальными проблемами современности в размещении советских средств массовой информации. И Светлана Ангольевна, используя вот такую медвентариану, другой, свой, чужой, указывает, что перспективы развертывания новых войн и разрушены революционного движения за рубежом являлись центральными темами в процессе информирования населения о событиях за рубежом странах, в частности, это страны с 79 и 80 лет. При этом Афгард замечает, что региональная пресса, как и центральные и кредитические издания, часто меняли свой вектор публикаций альтистических странах в следствии с введениями во внешней политике, в частности, на стране с 90 лет обращается внимание. Это, условно, интересные разделы, связанные с советскими СМИ и освещением проблем научно-технического прогресса, политических, уроженных и публицистиками. Выводы, представленные в заключении, опираются на приведенные в работе фактические материалы, согласовываются с общей логикой исследования Тимошиной. В диссертации приведена обстоятельность список источников литературы. Бабриевич, раньше оказывается, что результаты исследования оправдировались в ходе выступления на научной конференции. В то же время общая положительная оценка дисциплинационного исследования СМИ не исключает обретенных замечаний по ее содержанию. В частности, вновь бывает часто, что в авторе, в треограде, на мой взгляд, так поднял внимание на такие интересные работы, вышедшие не столь давно, как монография Давида Тимоша Гергера, Тимоша Сталинского агентства, а также статья Александра Глотина, на муниверситетов союзников в 1445-14 годах, а макулитонные моряки свои и другие. Определять аналогические керамки сферционного исследования в 21-53 годах, СМИ проинтарьировал то, что эта тема имеет определенную свою внутреннюю периодизацию. В частности, противоречия следового периода завязаны с тем, что время 21-41 годов, это этап, когда в массовом сферционном СМИ сформировался теоретик груза со стороны кутистических государств, Мамбель и Франции, с 33-го года Германия. Период 41-53 год уже, в свою очередь, время, когда Германия стала первоочередным браком, а после войны в официальной пропаганде это место заняли Соединенные Штаты Америки. Третье. Из диссертации не ясно, как широкие массы населения, в частности рабочих, гражданных, служащие реагируют на создаваемые центральными, региональными следствиями массовой информации, грозы военных требований в 20-30 годах. Насколько их мнения населения совпадали с 30-й позицией. Вот я приходил сработать с документами Рязанского областного архива, в частности. И там прослеживается такая петенция, что да, проводится, значит, меняется идеология, как вы здесь уже вопросу прозвучало, проводится с компанией под узнанками, там, в церковом подъеме СССР с его плем, в гордом, в морду, и так далее. Есть письма трудящихся в разном, в губернском масштабе, в частности, о том, что там, в прочем пить самокон, поедем, защищая революционный Китай в 20-м году. А есть документы, которые свидетельствуют о том, что население, в общем-то, говорит, ну, так вам и надо власть, так вам и надо в связи с обострением международной обстановки. То, что начнется, война там с Польшей, с Англией, наверное, вот в нашем положении как-то, может быть, христианство изменится большинством. Так что тут разговор не был достаточно широк. Однако недостатки, высказанные мной, не снижают в том, что изначальности исследования приведенного Тимошиной. Данные замечания на мой взгляд, конечно, вносит рекомендации и характера, в первую очередь. И надо отметить, что еще раз в кандидатской диссертации с Плана Оргольной Тимошиной посвящена актуальной теме, представляет на нужный интерес, носит завершенный и самостоятельный характер. Ну, и вот одна из самых главных классов отзыва, это то, что диссертации советские и средства массовой информации в системе формирования представлений внешнего окружения СССР-20-х в начале 50-х годов по материалу Бензовской, Самарской, Кубышевской, Заратовской губернии области представляет собой оригинальные исследования, которые создают в пункт 9 положение присуждения ученых степеней утверждено в представлении правительства от 24 сентября 2012 года в номер 18 сурганами. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Дмитрий Серафимович, можно пару так сказать фраз еще вне отзыва я хочу сказать, что рязанские историки 20 июня начинают также праздновать и отмечать ваше юбилей. Спасибо вам. Это мне еще. Спасибо. Я всегда знал, что Арбадин Алисеньев всегда со мной. Да, безусловно. Я тоже поэт и бодописатель. Уважаемые коллеги, спасибо Александру Станиславовичу. Давайте вот с вами посоветуюсь. Я думаю, что можно было бы сейчас предоставить слово Даутовы, резидент Мариинзовны, доктора исторических наук, профессора Казанского замечательного университета, которым я тогда учился. и с которым связывают меня многие угоды коммуникации, контакты. А потом соискатель ответит на замечание. Нет, возрождение. Тогда, пожалуйста, слово предоставляется официальному оппоненту доктора арсиарических наук наутру везде выявлен. Пожалуйста. Спасибо, коллеги, долгий день еще раз. Итак, оглашу свой отзыв официального оппоненту. Несомненно, диссертация Тимошина Светлана Анатольевна посвящена исследованию актуальной темы. Такой темы, как роль средств массовой информации в формировании общества, взглядов и представления событий, людей, жизни и политики в первом государстве. Советская эпоха, которая характеризуется идеологизацией и ограниченными возможностями идеологизации жесткой регламентации информационной деятельности, а также ограниченными возможностями обычных человек получения достоверной информации, конечно, имеет свои особенности, которые требуют комплексного изучения. И вот как раз научная новизна диссертционного исследования Тимошиной, которое охватывает такой большой психологическим объем определяется тем, что впервые проводятся комплексные исследования и деятельности печатных периодических изданий системы радио-почечения Пересницкого, Самарского и Сократовского регионов по формированию представления о жизни в режиме в режиме в режиме проведен анализ деятельности СМИ, дана оценка уровня подготовленности читательской аудитории восприятия информации о жизни в иностранном государства выделены три преобладающих тематическим блоком материалов, содержащих информацию о жизни в зелобежных странах это внешнеполитические, научно-популярные, истерические материалы, таким образом прослеживание эволюции содержания и формы подачи этих материалов. Впервые представляется содержание внешнеполитических материалов и научно-популярных статей, на предмет единственной стратегии формирования представления о жизни и традиции. Доказано, что направленность научно-популярных статьи о достижении наиболевшей науки в этих местных печатках периодических изданий иногда пойдет к иммун речи внешнеполитического материала. Кроме того, сатирические материалы в региональных изданиях первые распадываются как средства формирования представления о любви и на полученном сфере формирования отрицательного или положительного образа были вносит правду в локаре в сведении. В частности, на основе анализа данных группу материалов институированы исторические вологи образа глава в отличных периодах. Научно-довесну работы также определяет выявление и обработка нового фактического материала, а также введение научных оборудов источников, которые ради не использовались научными исследованиями. Ну, тут пройдусь по всем главам на самых важных своих учреждениях монеток. Первые глави диссертации в основном развитии системы массовой информации в данных регионах следует ролик агитационно в данных отделах который осуществлял контроль управления в области пересеклики. Выделяется отдельное внимание в становлении радиосети тридцатой кубернии 20-го дата как важный этап в милиции местных СМИ выделяется создание тридцатой эпохи отделения корпоратив на территории страны, чьи функции входят в распространение официальной информации этого выделяющего. В военных годах характеризуется тематическая перестройка периодичной печати, это, в общем-то, правильно, и приоритетный развитие. Приоритетный более оперативного средства доставки важной правительственной информации. И после военных годов до 1953 года представлены в период широкого развития развещаний рассматриваем на территориях до уровня индивидуальной здравоохранности, а также ориентация местной прессы на освещение событий непосредственно в действиях важных для аграрных территорий. По второму главе исследуется сообразие проблематики публитистических материалов, которые рассказывают нас в рубеже и их идеологической направленности. В качестве ключевого тематического направления Светлана Анатольевна вполне справедливо выделяет проблемы войны и мира, которые сквозную линию проходят в равных вариациях через инфекции на протяжении всех рассматриваемых в мире этого. В данной главе диссертант обращает внимание на то, какое определяющее объединение указывает на местном причине характер межнеполитических отношений с ИССР в той или иной стране. В частности, нам кажется интересным, что автор диссертации рассматривает процесс трансформации пресса того или иного государства из потенциального программа в общественные державы опирается прилипать обеспечения межнеполитических прессов. Цель на то, что Тимошина, анализируя следы по созданию данных оборудов, переводит не только редакционные материалы, но и перепечатанные в облике иностранных газет об успешных военных операций в Красной Алине. При изучении центральной медицинской прессы после военного периода, который характеризуется постепенным развитием политики холодной войны, диссертант промонерно определяет два основных тематических вектора. Это создание образа враждебных советского строительства Соединенных Штатов и образа угнетаемых американцев и трудящихся фермеров и представителей темнокожего населения. То есть тема инвестиционного настроения в теористическом обществе события забастовочного характера являются приоритетными в освещении международной жизни по мнению диссертантов. В третьей главе объектом исследования являются научно-популярные материалы центральной прессы и местной переводики в качестве источного расследования отрубежной действительности. И, как отмечается в диссертанте, противоречивость освещения международных политических событий и описания научного достижения завтра невосморственно провелициальные периодические издания на протяжении данных периодов. Однако, уже в 1934 году у нас есть победители о техническом превосходстве СССР на капиталистическом стране во второй пятилетии, что, естественно, повлияло и на количество объектаций, и на тональность объектации совершили достижения завтра взаимодействия. То есть, они, как отмечается глава Анатольевна, пошли на спад в количестве. В 1941-1945 годах тематика статьи «Зарубежные технические технологии» касается основной военной темы. Мы об этом много говорили, и мне оказалось очень интересным. Очень интересное замечание с тематой о том, что эта тематика в конце 1945 года начинает меняться и по содержанию, и по количеству. После военных периодов, как подтверждает Тимошина, свободные продажи и были «Зарубежные журналы». Мне эта часть особо не понравилась, потому что она очень конкретная, приводится и журналы, и публикации, которые являлись альтернативным источником сведения о новинках «Зарубежных наук технике» в 1946-1953 годах. И справедливо Тимошина отмечает, что журналы были в свободном доступе только в центральных крупных городах, таких как Москва, Лидерат, Киев, а в регионах, на местах не умели доступ только представители советских и партийных структур. То есть для лидового читательства, конечно, они были недоступны. Но данное обстоятельство значительно служало читательской аудитории таких изданий. С 1947-го года Совет Свет Центральной Крессы начинает фронтировать образ права, об этом уже много было сказано. Это достаточно сильное место датной диссертации и приведены очень интересные данные как научно-популярных характерах публикации, так и внешнеполитические сравнения. Отмечается, что в целом научно-популярных материалов на страницах местных аналитетах которые рассматриваются в голове Тимошина становится темнейшим и относительно публикации внешнеполитического характера. В четвертой главе политических художествах политических как отец перескрования представления массового сознания уже именно на рубежом она не переборит листа так как я в общем-то не являюсь фроналистом по первому слову поздравляю все равно хочется сказать что в данном названии главы в общем-то как-то в один ряд ставится политическая тематика публицистская художественная публицистика это жадная предотвеженность разного порядка понятия представлены результаты чеченную политических и художественных публицистических материалов я просто хочу сказать что художественные материалы также могут быть политическими центральные прессы и рубрики медикской самарской царапочной области губернии в котором освещаются публикации рассматриваются села натольные как средство формирования у аудитории представления от любежной действительности и в частности она отмечает что в 20-30-х годах используются публицистические жары очень и это все-таки это не газет не публицистические жары однако особенности региаторной журналистикой заключается в том что местные журналисты сдавали традиционно стерилизовый материал не сдавали подробности о жизни и быть за рубежом так как информация об этом они не владеют по-русски любимое замечательное дело как субботов таким образом выводы сделанные сектак по каждой главе являются логически вытекающими из процесса анализа концеприруют внимательно на важнейших базовых выводчиках предоставленного исследования основной вывод что это исследование заключается на наш взгляд в том что местные биологические издания от один из основных простого искусства населения данных территорий по протяжению всего улучшения периода являлись не объявленные к счастью общесоюзной системы формировали представления других действий это очень важный вывод безусловно данный материал представляет большой интерес как исследователи отечественной истории важнейшую источность сведения на специфики создания картинной веры с помощью средств массовой информации так и для историков журналистики и историков массовой информации большим достоинством диссертации на ваш взгляд является обращение к советской журналистской практике именно к 30-летию я тоже поддерживаю предыдущий вам понят и я считаю что это свои достоинства диссертации потому что это позволило диссертату проследить диктамин изменения и персформацию этой инфекционной политики центральной местной прессы в области освещения международной проблематикой большой ценностью еще раз причетной является привлечение архивных документов касающихся деятельности активно-советских органов которые осуществляли руководство области причиняются как центральной активности таким образом данная исследовательская работа позволяет увидеть новые грани в истории советской меси пресс несомненно являющиеся по важным слагаемым идеологической духовной истории России завершение характеризует диссертацию в целом положительно отмечает плавность имблизма исследования тщательность анализа архивного материала последовательность изложения логичность выводов автора знания не соответствующие научной литературы хотелось бы вытаскивать из замечания последующихся отдельных аспектов содержания пациентированной работы автор посвятил анализу историографии большое внимание странице 7 19 однако не использовал почему-то некоторые работы по истории отечественной журналистики отдельно истории центральной и местной печати историю радиовещания в России а также по международной журналистике на наш взгляд достойно внимания научные работы советского периода так и современного работ очень много диссертационных диссертационных было защищено в 2000-е годы особенно по местной прессе местной журналистике обучения и я думаю что автор ограничил свое представление о степени изученности исследований те второе второе на странице людей всяко справедливо утверждают работы гастерианского Срединского и Володина вышедшие в начале 20-х годов на сравнении советской прессии с западной критической приосновлением деятельности в буржах и проблемы с словом и далее помечается что замечания советских авторов были вполне опасными объективными так как и современные зарубежные исследователи ставят под сомнение постоянно декларировавшуюся абсолютную независимость с них характеристического общества мы считаем не совсем тем корректным приводить в качестве примера подтверждения вот этого довода ученых 20-х годов мнение современных зарубежных исследователей Ричард Альц и Арутина рассуждения которые не касаются данного исторического периода и третье автор использует в качестве юридического материала публикации зарубежной проблематики центральной зарубежной прессии большинство местных публикаций приводится без указания авторства и вообще без какого-либо цитирования а очень на самом деле у меня как человеку изучающему журналистику историю журналистики на самом деле хотелось бы почитать вообще познакомиться с этими текстами хотя бы небольшими цитатами и возникла возник пропонентный вопрос о степени оригинальности данной публикации это перепечатать из центральных СМИ или из статьи написаны в местных редакциях если они написаны в местных редакциях то откуда журналисты в большинстве своем не имеющие возможности выезжали на границу для профессиональной деятельности черпали для них написание фактических материалов если это спущенные сверху тексты то о самостоятельности местных прессов как и местного радио освещения зарубежных проблем говорить не приходится в этой связи возникает вопрос существует ли отличительная специфика формирования местных СМИ представлений о внешнем окружении то есть именно отличительная от тех представлений которые воровала центральная фирма приведет за нами замечание в целом не меняет общего по ответственно очень хорошего впечатления на республике которая выполнена еще раз подчеркну актуальную тему обладает научной новизной практической ценностью является самостоятельным и законченной научной исследовательной работой и носит существенный вклад в историческую науку работа базируется на достаточном количестве источников получена результаты достоверных выводов заключения обосновок диссертации написаны ясно языководцы используют принятые терминологии оформление диссертации в мягчане не вызывает по каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы содержание диссертации в достаточной степени отражено публикации автора излагалась неонократно научную конференцию и известных научно-общественных а ее основные положения обстоятельные обстоятельные изложены как в реферации так и диссертации учитывая все вышезложенное есть очень твердые основания полагать что диссертационная работа Тимошина Степлана Анатольевна Советские средства массовой информации в системе формирования представления внешних слушаний СТССР 1920 в начале 50-х год по материалу беденской самарской кубышской губернии полностью удовлетворяет требования предъявляемых культурных сочетанцев а ее автор заслуживает присвоение еще в степени предъявляемых исторических наук и специалист в 7.02 отечественной студии спасибо за это у меня у вас уважаемая рецепт Дорогизовна спасибо и так слово предоставляется совестателю Тимошиной Светлана Анатольевна для ответов на замечание которое содержится в отзывах Дороговой письм Дорогизовна и Светлана Александра Станиславович пожалуйста благодарю уважаемого Александра Станиславовича и уважаемого Рецепт за сотрудник и тщательные анализ мои работы Дорогизовна существу замечание сделано как у Павел Светлана и Светлана и Светлана хотелось бы ответить следующее по поводу замечания об отсутствии работы Дэвида Браденбергера и статьи о революции образа 11 14 и 14 . 14 14 15 15 14 14 14 15 для исследований с точки зрения изучения механизмов формирования массового сознания. Еще одна работа Дэвида Брэнденбергера «Кризис Сталинского гидпропа» охватывает бульмурские экономические рамки с 1927 по 1941 год, посвященная изучению процесса формирования системы агитпопа, его эволюции механизмов артиста и партийного руководства на общественное сознание. Автор саймографии не затрагивает историю развития средств массовой информации, исследуя деятельность агитпропа в целом продвижению массы новой государственной идеологии. С точки зрения изучения деятельности СМИ и формирования общественных мнений в 1930-е годы представляется более весомая работа отечественной исследователя Васильевой, которая акцентирует свое внимание именно на роли средств массовой информации в федералитарном обществе. Что же касается статьи Голубева, то его основные положения были отражены в более фундаментальных трудовых следователях, в частности монография, образ союзников, сознание российского общества в контексте мировых войн, если мир обрушится на нашу республику, советское общество и внешнего возраста в 1920-1900 церковых годах, посвященный также, как указанной статьям, исследованию эволюции образа союзника среди различных своих населений и механизмов формирования устойчивых внешнеперитических исследований в советском обществе в 1920-1940 годах. По поводу замечаний о внучении периодизации, хотелось бы сказать, что тема действительно имеет свою внученную периодизацию, но если опираться на критерии основных тенденций международных тенденций международных отношений с конкретным государством, то периодизация иногда может получить слишком трудное и неудобное воспользование, так как вектор взаимоотношений, например, с тем же США и Германии, иногда очень быстро менялся, приобретая противоположные направления. Например, в 1938 году Германия и издали Японию, рассматриваясь как страна-ресса. В 1939 году США, Рюкбритания и Франция дистанционировались как неагрессивные демократические государства. После подписания Совета Германских договора о нерпантине 23 августа 1939 года, критика действий Германии на внешней политической Германии, исчезло состояние центральной и региональной прессы. Таким образом, в 1938-1939 годы, в связи с указанными критериями, необходимо поделить на несколько периодов, что не совсем удобно для проведения исследований. Относительно замечание, что нашел отражение тот факт, как широкие массовые семьи, рабочие, крестьяне и служащие, реагировали на создавание центральной и региональной СМИ, груза военных тревог с 1920-1930 годов. Реакция населения действительно и говорится в тексте диссертации. Эта тема нашла отражение в статье «Руководство политико-информирование населения о жизни за рубежом в период становления системы советской пропаганды в 1921-1940 годах на примере Пензенской области», публикованной в журнале «Известия Саратовского университета». В них говорится о том, что в информационных сводах о настранении среди граждан, поступающих из редакции газеты «Трудовая правда» в Пензенской группе ОКГБ в 1927 году были сведения о слухах о предстоящей войне, распространявшейся среди рабочих. Этот факт говорит о том, что население доверяло их в дальней ситуации публикациям в Пенсии и ожидало нового военного конфликта. Мнение населения совпадало с ними проводивших совет по официальным пропагандам. По поводу замечаний о том, что не были использованы многочисленные работы по истории отечественной журналистике, отдельно истории центральной местной печати, родной вещами России, а также трудной помощи в народной журналистике. Хотел бы сказать, что в ходе исследований были изучены работы гражданинского массовой информации в России, первой газеты для информационного общества, битвули, формирование и реализация информационной политики в сфере Российской Федерации, пассивные СМИ в политических процессах и талитарно-транситного типа, здравительные исследования мест и значения печатных средств массовой информации советского российского патерна, а все пианглы береги в истории отечественной журналистике в 20-м. Они посвящены истории отечественной журналистики и истории центральной печати. Кроме того, были изучены труды Гаврилюка о развитии пианической печати в Нижнем Павлове в 1920-1930-е годы, Жанкина, в истории следствия массовой информации Пенинского края, посвященной истории развития системы региональной печати. Несомненно, труды по международной журналистике и истории радиовещания достойны внимания и были бы полезны для изучения международных аспектов деятельности средств массовой информации и основных этапов развития системы региональной печати и передать по работе более всеносторонней и взаимодействующей характеристики. Относительно замечаний о выборе в качестве примера мнения современных изобежных исследователей Ричарда Харриса и Джорджа Аренсона. Действительно, ссылка на Джорджа Аренсона неправомерна, так как исследователь говорит о спецификах непосредственных современных средств массовой информации. Взаимонография, психология, массовых коммуникаций Ричард Харрис, характеризуется особенность деятельности средств массовой информации в теоретическом обществе, выявляя основные изогномерности и функционирование, поэтому с точки зрения описания общих изогномерностей деятельности в условиях теоретического строя по нашему мнению следует принять во внимание. По поводу вопросов о отсутствии авторства в предыдущем публикации и степени оригинальности статей и региональной пенсии, ее самостоятельности и однечисленной специфики формирования, в основном с ним представление о внешнем окружении Советского Союза хотелось бы сказать о том, что с момента своего возникновения, система Советских Стресс и Массоинформации была жестко подчинена руководству государства и управление всей системой было централизованным. Региональная печать расстраивала свои деятели в соответствии с указанными ними, получаемыми из центра. Решинство местных публиканий появлялось без указания авторства, так как, очевидно, определенная часть статьи книжно-технического характера русского света и публиковала в соответствии с полученным директивом. Фамилия инициала автора статью в принятии обязательный порядок и лишь материалов политической и художественной публицистики, филитонов, очерковых панфетов. Те же они указывали в статьях книжно-технического толка и научно-полярных материалах. Элемент самостоятельности региональной печи можно проследить лишь в выборе средств для формирования представления международной действительностью. Когда, например, Саратовская пресса для создания деятельного образа врага военный период отдавал предпочтение карикатурным отчеством, в то время как на странице Хуйбшевской коммуны в это время художественной очерки проявлялись ближе. Ответ закончен. Спасибо. Не сорвайтесь. Благодарю вас. Коллеги, переходим к дискуссию. Кто же может выслушать? Пожалуйста. Пожалуйста, два слова. Профессор Гестовицкий. Луис Лохов Вячеславович. Владимир Вячеславович. Уважаемые коллеги, вот в ходе обсуждения инсортации в нем в голову пришла такая мысль, с которой я с вами хотел бы поделиться. Ну, а возникает вот такой вопрос. А какие же главные цели ставил он перед собой? Ну, ставили перед прессой, наверное. Сама пресса только эти цели достигала. Ставили перед прессой, перед региональной, центральной, в том числе, при освещении вот тех тем, которые рассматриваются в десертации. На мой взгляд, как бы, задача тогда, наверное, может быть, она менялась со временем, наверное, но первоначальника задача, на мой взгляд, состоялась в том, чтобы мобилизовать население в стране для того, чтобы, ну, для построения социализма, ну, и поскольку коммунизм, может, был построен во всем мире, то, соответственно, нужно было помочь и нашим, как бы, ну, братьям по глазу за рубежом, чтобы вот эта вот задача была достигнута. Ну, а военное время — это, конечно, мобилизация населения для того, чтобы дать стоп-корб врагов. Вот, как бы, на мой взгляд, вот те основные цели, которые должна была пресса выполнить. И у меня возникает вопрос, а насколько эффективно эти цели пресса она достигла? Вот если говорить о тактическом плане, вроде бы, наверное, она их достигла. Как бы, население видело, что за рубежом живется хуже, мы лучше живем. Вот, поэтому это, как бы, стабилизировало обстановку в стране. В другой стране, когда вот война началась, мы знаем, что какой массовый подъем имел место, все записывались в армии и так далее. Но вот когда люди, как бы, столкнулись с действительностью, которая отличалась от того, что писалось в прессе, то оказалось, что, ну, вот эти вот, то, что, ну, скорее, больше отрицательного, наверное, в итоге получилось. И в стратегическом плане, наверное, этих задач, то все-таки, прессой выполнены не было. И в связи с чем, вот, мне вспомнилась, как бы, слова Александра Исааки Сложеницына о том, что одно славу, одно слово правде, и весь мир перетянет. Вот, а пресса, вот, судя по диссертации, на разных этапах, она решала разные задачи, и зарубежные государства были то хорошими, если все было, отношения были с ними, это, это, дружелюбными, или же эти отношения изменялись. И, соответственно, и государство зарубежное сейчас совершенно другому плану. Но все-таки, вот, как бы, население-то, ну, оно видело, ну, конечно, оно не имело информации, оно не имело вот этого вот одного слова правды, порой, о котором говорит Сложеницын. Но, тем не менее, вот, я свою рабочую карьеру, как бы, я начинал на стройке, работал вместе с рабочими, которые еще войну прошли, и вот они, ну, они вот говорили, что некоммерки, в половине войны относились очень хорошо. Вот какие вот последующие там пропаганды, и они говорили, что вот тушенка, что это американская весельная, ну, это было очень важно для них, и прочая помощь, и так далее. Поэтому, наверное, вот, когда такие темы поднимаются, нужно вот эти вот вопросы тоже, кстати, нам ставить, так как, ну, они же актуальны всем. Виктор Викторович Константинович. Уважаемые коллеги, я хочу продолжить эту тему, которую предложил для обсуждения Владимир Владимирович. Мне приходится заниматься именно вопросом о том, насколько эффективна была политика, скажем так, сталинского руководства в плане именно мобилизации, скажем так, населения на выполнении высоких целей, которые они ставили. Вот здесь послушала такая мысль насчет 27-го года, что типа там как бы сработала пропаганда. Но это не так, поверьте мне. Почему? Потому что есть такой источник, кстати, который можно было бы использовать. Это второй том серии «Советская деревня. Глазань Бычка. Глазань Бычка. Глазань Бычка. Глазань Бычка». И там как раз собрана информация о реакции христианского населения Советского Союза на пропаганду военной войны 27-го года. Так вот, я, кстати, знаю, в тему успал на последней симпозиции программы «История в Воронеже». Вы помните, что 27-й год стал для Сталина, в частности, таким моментом истинным по поводу того, как реально относится христианство к его, скажем так, идее и политике государства. Более того, 27-й год – это был год, когда появилось такое, скажем так, направление, настроение, как негативное отношение к городу, к франитулятору. И в Словках и Дуку даже появилась такая рубрика, как «Противостояние города и деревни». И поэтому была собрана информация о так называемых пораженческих настроениях в 27-м году в деревни. Это было массовое явление. И они приводили факты, как партизаны бывшие и красные говорили, что воевать не будут они за советскую власть. И я считаю, что это была одной из причин от обиды Сталина и крестьянства. Что, мол, мы дали землю, мы все даем, надо потерпеть, надо поддержать, а они этого и делают. Поэтому здесь, мне кажется, стоит задуматься на эту тему. Что, да, пропаганда, конечно, действовала в плане того, что критиковалась жизнь на западе, там все поставлялось. Я сам читал в эти газеты, когда там писали в 33-м году, что у нас прекрасная жизнь. И никогда не было столько хлеба, как сейчас, в то время как там от голода умирали людей, бегали по Волжу в 33-м году. И в это же время в газетах писали о голоде ищите в Гиппонии, там, в Германии, там, еще где-то. Поэтому, мне кажется, это такая тема, которая нуждается в дальнейшем изучении. И, конечно, я не могу не закончить свое выступление. Общая оценка и работа Светлана Анатольевна, она, конечно, очень, я считаю, добротная. Да, соответственно, всем требованиям, которые в таких случаях предъявляются, когда с диссертацией, очень достойный человек защищался, и я буду голосовать «За». Хорошо. Пожалуйста, Валерий Юрьевич Павлович. Ну, Женя, коллеги, я вначале хотел вопрос задать, однако обеи вопросов коллег не ликвидировала саму необходимость возвращения к этому сюжету. Конечно, тема работы, которую мы сегодня обсуждаем, она очень сложна, противоречива, непроста. Я считаю, что Светлана Анатольевна, которая обратилась к этому сюжету, она, в общем-то, действительно провела колоссальную, серьезную работу. Но и характер дискуссии сегодняшний позволяет нам, еще раз, осмыслить, понять вот те возможные векторы, каналы дальнейшего движения и размышления по этому пути. Ну, во-первых, момент очень, я считаю, очень интересный вопрос, который был сегодня поставлен, о прямой и обратной связи между населением, да, обществом, народом и средствами массовой информации. Конечно, по этому поводу были публикации Игоря Борисовича Алло, Высшей школы экономики, очень интересная публикация, и был ответ на вопрос о том, что трудно найти документы, связанные с перепиской. Игорь Борисович Анатольевна, он, как вы знаете, содержит очень многие письма, которые поступали в редакцию «Центральной газеты». Я понимаю, что это не тема исследования, если сказать, да. Но, тем не менее, какие-то фрагменты можно было еще где найти. Это цензурное суверенство. Сегодня это не прозвучало, насколько я понимаю, я бы тебе не говорил. Это структура, которой занималась охраной прав печати. И вот здесь, это вопрос, конечно, доступный источник, доступный картон, но и ресурсы есть. И еще важный момент. Я так скользко рассказываю, бросаю некоторые небольшие истинные предложения. Это оригинальные особенности. Сам Анатольевна сегодня помянула о некоторых из них, говоря о публикациях флитонов, амфликтов, пенецкой печати. Но вот интересный вопрос, самый социокультурный фактор. Отличная была социокультурная ситуация в Самаре, в Пензе, в Саратове. Разные социокультурные пласты. Насколько было вовлечение в обсуждение данных проблем активная часть интеллигенции. Наверное, и партийные работники, понятно. Возможно, и преподаватели вузов, мне просто интересно это, а преподаватели вузов, они отвлекались на текущие события и отвлекались в такой форме, какой бы у них взгляд, влияние на эти проблемы. Были и отличия. Потому что, когда мы говорим о публикациях, то, я думаю, нет смысла об этом подумать. Наконец, национальный аспект. Вопрос, как и все будет, даже о немецком языке. Наверное, просто отлично у меня к себе. А вот, учитывая то, что была национальная автономная студия, у нас положено, да? Многообразие, были определенные особенности, были изданы, конечно, немецким языком. Не ваша тема, разумеется, я понимаю. Ну да, немецкий язык и немецкоязычные плюсы, издавшиеся в Энфельсе. Вот были какие-то нюансы, как вообще самогентификация немцев по Волжье, когда публикации, которые были в центральной прессе, помните, изменение палитра мнений в оценке Германии, в оценке внешнеполитического фактора. Вот это очень интересная тема. Я не нашел лично в очень многих публикациях, посвященных этому сюжету. Насколько было сильно влияние воздействия, в частности, публикации немецкой прессы, в автономии на массовое сознание. Вот такие скользь некоторые моменты я хотел бы высказать. Это, скорее всего, даже совсем не является критическим замечанием, как это принято говорить, а только это размышление, возможно, просто подумать, размышлять, вернуться к этим моментам в вашей дальнейшей работе. Я присоединяюсь к мнению коллег, к мнению Виктора Викторовича. Я буду голосовать за, призываю голосовать за. Работа достойная, хорошая работа. И очень, считаю, позволяет создавать такой пасдан для низшего движения вперед. Успехов Вам, удачи и всего самого здоровья. Ну, позвольте мне несколько слов сказать. Уважаемые коллеги, вообще эта работа поступила более двух лет назад в Совет. И вот за эти два года она претерпела существенные изменения. То есть, искатель дополнила, внесла изменения, коррективы, и это замечательно. Второй момент. Я все-таки думаю, что проблема, которая сегодня обсуждается, она идет в русле социального конструирования. Дело в том, что нужно было бы изменить сознание мировоззрения людей, так, потому что традиционные штампы, они транслировались и православной церковью, и системой образования. Вот как это нужно изменить? С помощью коррективы. Коррективы, на самом деле, это в те годы большой отношения. Но каким он был? Это очень интересно. Автор, например, диссертации пытается отрезать на этих вопросов. Второй момент. Конечно, вот у нас был здесь такой доцент из Института связи. Он многие годы по линии общества знаний читал лекции на тему социалистического расшизма. И сопоставлял он это с образцом жизни западной европы и в Америке. Я как-то ему задал вопрос, а как у тебя удается убедить службу? Ну и он приводил вот те самые деловины, которые, ну, безусловно, на печати, они анслировались. Конечно, вот это окно в мир, оно было немножко не было. Ну, это было объективно. Символ заданности, идеологическая заданность. А Галяцкий, вот здесь очень интересный вопрос наше место. О влиянии радио. Ну, существует миф о том, что радиофизуация, она была осуществлена в полном случае учреждения накануне войны. В города, где это действительно было. А вот что касается сельской местности, я живу многие годы в Равровской области, то радио провели где-то в конце 40-х годов. И вот эта пропаганда по радио, она, в общем-то, была не очень эффективна в том плане, что включалась 6 часов утра, а здесь уже выключалась. То есть, включи полосы вот этот, трудовой ритм за день, да? И включалась вновь где-то в 17 часов. В 10 выключалась. И вот я вспоминаю эти радиопередачи, как в основном музыку. Но французная составляющая была не столь значима. И основным источником была печать. Но давайте все-таки подведем итоги в выступлениях абонентов и в возрасте ведущей организации. И в дискуссии было высказано позитивное отношение к конструктуальным представлениям нашей соискательности. Поэтому, видимо, можно начать процедуру православия. Никто не разрешается против этого. Если мы попросим Хранишину Валерия Игоревича, Варенгу и Екатерина Петровна, и Дублана Валерия Игоревича войти в состав счетной комиссии. Я вам поздравляю. Тогда начинаем. Умаслабтия и коллеги. Умаслабтия, перебет в параметры, затем сойдутся только в чемпионы диссарксов. Валерия Игоревича война. Валерия Игоревича война. Пожалуйста, отключаемся тоже, да? Да, да, да. А, пожалуйста, пожалуйста. Да, вопрос его по местам времена. Временно. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...